всем привет и с вами как всегда я макс это продолжение формата с 15-летней спасибо каждому за ваши лайки и комментарии меня это очень сильно мотивирует и заставляет продолжать этот формат в этом ролике у нас все так же новая актриса ее зовут бетти ссылочка на ее инстаграм будет в описании так что можете подписываться я всегда говорю нашим актрисам что когда придет парень все будет хорошо ничего не будет происходить но как правило все происходит совершенно наоборот так что в этот раз я ничего не буду говорить мы будем на балконе что мы тебя спасем как вы поняли мы продолжаем снимать в этой квартире потому что для нас эта съемка очень внезапная парень реально ответил буквально вчера и согласился прийти к нам и мы его собственно ждем ему 31 год я не знаю что от него ожидать надеюсь будет очень интересно ребят напоминаю что 50 тысяч лайков и мы продолжаем формат с 15-летней так что ставьте лайки пишите ваши комментарии и конечно же поддержите меня и я подарю вам крутой контент а сейчас давайте расставлять наши камеры звонит звонит уже голову на громкую алё привет 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 так а какой у тебя подъезд 1 15 да давай я тебя жду так все построить как я обычно всем говорю будь молодцом мы рядом если что все поищаем давай 5 все будет хорошо реально пойдем где макс я не знаю он скоро будет так парни а чё тут творите вообще ты что не видишь мышь в покер собирали сегодня поиграть я специально очки надел а то вы вечно по взгляду читать так макс давай садись мы только тебя ждем так стоп ребят я вообще всех вас просил взять с собой мобильные телефоны вы их взяли ну да так вот gg покерок это самый большой и авторитетный покеру это лидер среди всего мирового онлайн покера в котором впервые эксклюзивно проводится мировая серия покера ворс сериасов покер и vsop кстати парни в рамках этого чемпионата игроками уже выиграно более 130 миллионов долларов и каждый выходные тут выигрывают 9 миллионов долларов а 9 августа парень из россии анатолий суворов выиграл в рамках этого турнира 183 с половиной тысячи долларов и получил еще за это золотой браслет vsop то есть ты предлагаешь поиграть в онлайне да я договорился с румом gg покерок и каждый из вас получит подарок бонусом от сети 11 долларов так что все что вам нужно сделать и ребят это просто перейти по первому закрепленному комментарию зарегистрироваться в сети и вести бонус код хане всем и наслаждаться так что переходите и регистрируйтесь Ну да, родители уехали, друзья все заняты, вот. Садись. Куда же тебя? Родители так сами оставляют одну. Да они привыкли им на даче веселее, чем здесь. А на даче мне скучно. Ну типа, вай-фая нету, ничего нету, что там делать. Может быть, хотя бы один человек реально не будет никакой демокации, типа, и все будет хорошо. Хорошо. Девочки всегда говорили, что с более взрослыми мужчинами как-то диалог поинтереснее, знаешь, как-то... Ну да, они более опытные, во всех планах более интересные. Ну да, что как бы сверстники особенно, ну ты знаешь, как мальчишки наши развиваются. У меня просто так получается, я учусь, тренируюсь, я толком ни с кем из мальчиков даже не общалась, мне как-то хочется попробовать хотя бы, хотя бы хоть как-то начать, а то, ну... То есть у тебя отношения еще не было с другой? Нет. И чем ты там тренируешься, чем занимаешься вообще? Ну, я вообще раньше занималась художественной гимнастикой, а после травмы пошла просто в обычный балет, в танцы, как бы, ну вот все равно форму поддерживаю. То есть ты такая достаточно гибкая, да? Ну, есть такое. Ну, это интересно. Немножко, да. Надо будет посмотреть, насколько ты видишь. Как правило, ты никогда не ожидаешь от человека, что от него ждать дальше. То есть поначалу нормальный чувак, а дальше неизвестно, что будет происходить. А ты, ну, вообще такая стройная, ты в фотосессии каких-то участвовала, может быть, в модели? Нет, меня как-то звали на модельный кастинг, когда я еще гимнасткой была, а потом сказали, что бедра сильно широкие, и я в модели. У тебя слишком широкие бедра? Да, я не подхожу в модели. Блин, ты чего не вонят? Ну, ничего. Ну, там же эти, 90-60-90. Слушай, ну я с этой сферой тоже немножко связан. Серьезно? Давай, я тебе пару фоток сделаю. Меня? Фоток? Да, я тебе пофоткать немножко в разных... Ты серьезно? Да, нет. Да куда? Нет, встань. Да я ж не накрашиваю. Нет, ты очень прикольная. Вот, подожди, давай сначала спереди сфоткаем. Нет, сначала обычные фоточки. Просто? Да, потом начнем уже позы делать. Сейчас задом встань. За? Ну. Можно как-то? Не, не. Подожди, что-то мне уже не нравится этот тип. Ну, это просто требуется. Подожди, для чего требуется? Ну, для фотосессии. Можно немножко прогнуться? Подожди, подожди, куда прогнуться? Ну, чуть-чуть, просто чтобы я увидел твои очертания бедра лучше. А ты так не умел? Да, мои очертания бедра. Слушай, ну давай тогда вот попозируем чуть-чуть. Подожди. Задеешься на кровать. Сидишь, что он прям лопает? Мне кажется, сейчас надо слышать, что он. Так, а ты говорила, что ты еще такая достаточно гибкая, да? Ну, да. Можешь сделать шпагат на этой кровати? Не, ну я, конечно, могу шпагат сесть. Вот, подожди. Тебе интересно так будет? Нет, это очень важно просто. Это очень вот... Для чего важно? Ну, я не понимаю, о чем ты говоришь. Развернись еще вот на 180 градусов, то есть, чтобы задом так, чтобы сзади мог... Ну, чтобы видеть, как ты сзади, да. Но это важно для модели, просто когда тебе одежду фоткают там разную, это важно, как ты сзади выглядишь. Развернись вот на 180, да, вот. Перернись, да. И вот так на шпагат сестье сделаешь богато. Шпагат? Ага. Вот, вот. Ты умеешь, что? Я не понимаю, что ты сейчас меня просишь сделать. Нет, подожди, это очень важно. Это большое преимущество. Просто, ну, ты можешь как бы в этой сфере хорошо продвинуться. Подожди, в какой сфере? Я не подхожу в модели. Не, это понятно, что он козы выставляет, а в основном, в полу первого он так же трогает, типа, можно козы и выставить, и просто. Как кошечка, стань на четвереньке, вот. Под, под... Да, 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 да. Не, подожди, стой, 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 стой. Не, вот так вот, не, стань, стой, стой. Стой, подожди. Слушай, вот так ты очень классно выглядишь. Не, тебе так просто, ну, очень круто выглядеть. Это для фотосессии. Это... Да для какой фотосессии? Ну, ты просто еще не снималась, и чуть прогнись вот тут вот, чуть-чуть вот так вот. Прогни, прогни. Вот, 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 да. Вот, да. Вот, да. Ручку надо поставить и смотри в камеру. Ручку. Кут-да. Ручку, кут-де-да. Вот, да. Блин, ну, под это, не знаю, подписываться не надо было, я думаю. Потому что сейчас этот мужик, он начинает явно к ней проявлять какой-то интерес. Ты мне и так уже прогнулся заставил. Эти фотографии чисто для кастинга. Для какого кастинга? Ну, там, как бы, на разные там фотосессии, съемки. Да подожди, объясни сначала, какой кастинг. Ну, сейчас я тебе все объясню, давай еще одну фотку сделаем. Нет, нет, никакой фотки. Вот сначала ты мне объяснишь, а потом будем делать фотку. Ну, парочка удачных фотографий, в принципе, есть. Да подожди, да зачем тебе эти фотографии? Ну, смотри, я вообще просто менеджером работаю. Я, как бы, могу помочь девочкам начать зарабатывать неплохо, ну, там, деньги неплохие. Подожди, менеджер для меня, это, который сидит в офисе и там бумажки раскладывает? Нет, ну, я больше, знаешь, работаю как, то есть, кастинг, сначала набираю девочек, а потом я их уже предлагаю, то есть, людям. Когда ты даже передай фотосессии, он сильно ее много трогал, типа, за бедра, за талии. Сейчас я покажу тебе пару девочек, которые уже работают, а потом расскажу более подробно, чем они занимаются. Вот смотри, вот здесь девочка, ей всего лишь 17, она такая худенькая, видишь? Такая, вот здесь вот такая неформальная девочка, ее тоже 16, вот такая. Они, ну, сейчас очень прикольно зарабатывают, и им особо ничего не надо делать, то есть, просто они встречаются, как бы, с некоторыми людьми, проводят хорошо время, и за это, как бы, получают деньги. Подожди, ты сейчас говоришь про... Я даже, подожди, я даже выговорить этого слова не могу. Нет, смотри, никакого там, ты встречаешься с человеком, очень состоятельным, очень, как бы, влиятельным, ты с ним проводишь время, если вы друг другу нравитесь. А еще, вот, посмотрите, у кого может быть интерес снять 15-летнего, типа? У депутатов у нас. Они с радостью. Ну, то есть, логично, логично. А какие мужчины, какой, какая проституция, что ты хочешь? Нет, проституция никакой, смотри, это называется просто экскорт. То есть, смотри, ну вот, ты же хотел бы хорошо жить в будущем. Но я хочу честно зарабатывать. Это тоже честно. Это грязные деньги. Это не грязные деньги. Смотри, ты встречаешься с человеком, который тебе симпатичен, ты с ним классно отдыхаешь, путешествуешь. Все, что ты хочешь, там, хочешь новый телефон, есть, то есть. Хочешь платье, есть, хочешь машину, есть. Вот эти девочки, им сейчас там 17-17 лет, они уже катаются на машинах, уже квартиры покупают. Большая часть девочек попадает в таком же возрасте плюс-минус. Ты думаешь, 15 лет, типа? Ну, 15-16, я думаю, плюс-минус. Ну, нахер от огромных? Типа деньги нужны, наверное, что? Да. В основном девочке нужно в очных семей и так далее. То есть, некоторые девочки, ну, вот здесь у нас там от 500 до 1000 долларов за день зарабатывают. Вот на таких, ну, молодых, как ты, кстати, сейчас очень большой спрос. Особенно, там, депутаты, бизнесмены. Ага, то есть вот, вот сейчас я соглашаюсь, у меня прям депутаты, бизнесмены, я прям вот вешу. Ну, смотри, я тебя пофоткал, у меня есть люди, которые, ну, пару запросов сделаны. Так вот, для чего ты фоткал. А, все понятно. Я просто им скину, и если они согласны, мы договоримся по цене, и вечером, как бы, уже будет решение. Ты можешь с ними встретиться, просто сначала там в ресторане посидеть, погулять. Если вы друг другу понравитесь, вы просто там подниметесь в номер, хорошо проведете время, и ты сразу же заработаешь где-то от 500 до 1000 долларов. Я просто не знаю, какие люди просто готовы платить такие деньги? Ну, смотри. Вот кто? Сейчас есть люди, ну, как бы, Есть депутаты, есть бизнесмены, и плюс ты еще получишь очень хорошее, как бы, знакомство с ними. Наши все депутаты вот таким вот занимаются, ты хочешь сказать? Ну, каждый, как бы, своим занимается. Кому-то нравятся молоденькие девочки, кому-то мальчики нравятся, кому-то нравится там в каждом свои вкусы. Но на вот таких коктейль сейчас очень, как бы, большой спрос. Хоть вообще представляешь, как это может выглядеть? Я какая-то, не забывай, мне 15 лет. Сейчас много девочек. Подожди, подожди, я 15-летний, и со мной какой-то депутат сидит. Мы будем выглядеть, как отец с дочкой. Нет, все будет нормально. Вы будете выглядеть, ну, да, как отец с дочкой, никто ничего не поймет. Вы же не будете на людях заниматься чем-то. Вы просто потом подниметесь в номер, проведете хорошее время, ты получишь деньги, и поедешь себе домой. А откуда я знаю, может, это же депутаты, может, нас кто-то сфоткает, а потом это в сеть выйдет. Поверь, этих людей никто не сфоткает. В этих людей безопасность на первом уровне. У них есть люди, которые отвечают за эти дела все. То есть там охрана стоит, там все очень четко. То есть это все будет конфиденциально. Нет, подожди, стой, стой, стой. Я просто хотела тебя пригласить поболтать, а ты мне сейчас такое вот вываливаешь. Я не знаю, он так втирает, что вот там будешь общаться с классными людьми, в этом ничего такого нет. Да, ну, хотя бы. Я считаю, что это есть, ну, ни фига себе, сколько нюансов. Ну, когда ей 15 лет, он предлагает, я считаю, работать кое-кем, да. Ну, смотри, ты сейчас просто можешь потекать большую возможность. Вот именно... Ну, это ужасная возможность. Это не ужасная возможность. Это кошмарно. Смотри, уже я тебе показал много девочек, которые уже зарабатывают на этом хорошо. И в них все сейчас есть, что они хотят просто. Но у них теперь клеймо просто на всю жизнь. Нет, ну смотри. Я не хочу клейма такого себе. Вот ты меня пригласила, мы встретились, вот просто общаемся, да, приятно проводим время. А представь, что за это тебе еще заплатили бы 500 долларов. Да не надо мне такие деньги. Я хочу нормальные, я хочу чистые деньги, я хочу нормальную профессию, а не вот такую вот. Смотри, ты сейчас просто думаешь. Потом ты будешь думать по-другому. Нет, мнение не изменится, я тебе уже сколько раз сказала, нет. Ты просто еще маленькая и не понимаешь, что значит большие деньги. Ну, Боже, ну скажи, что ты шутишь просто. Скажи, что ты просто шутишь. Ну, давай, ты просто один раз попробуешь. Да не хочу один раз пробовать. Смотри, что-то не напишешь вообще. Блин, сейчас подожди. Проверю. Чуть-чуть. Не, я, конечно, все понимаю, но это... Не писало, прикиньте. Ты один раз все еще попробуй. Да не блядь, я проб... Это кто? Подожди. Это кошка, да это... Да это кошка. Эй, это кто? Что такое? Подожди. Руки, 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 руки. Тихо, тихо, тихо. Я в гости пришел. А в гости пришел, да? А что ты с ней... О чем ты с ней разговаривал? Объяснишь нам? Просто знакомились. В смысле знакомились? О чем ты с тобой разговаривал? Про сутенерство, так понимаю, да? Ты хотел ее взять в рабство или что? Какое рабство? Сколько ей лет, знаешь? Ну, как бы приблизительно. Блин, ты меня сейчас как-то я шахерил на самом деле. Что вообще здесь происходит? Как ты уже понял, тебя снимают, я снимаю проект вообще в принципе. И мы проверяем, как взрослые парни вообще в принципе парни будут реагировать на несовершеннолетнюю девочку. Ты же знаешь, что ей 15 лет, да? А что ты такой дикий вообще? Я как бы не знаю точно, что ей 15 лет. Он просто приносил у меня в гости. Ты сказал, что ей 15 лет? А что такой дикий вообще, Лёв, взял, он рвался? Мне 15 лет, что ей 15 лет. Так а что ты в кухне на нас нарвался? Ты типа, что такой дикий? А что вы вообще тут делаете? Я пришел просто в гости. Она сказала, что она одна. Подожди. Он тебе предлагал, так понимаю, участвовать в чем-то, да? То есть он рассказывал о всяких вот этих вот невероятных видах, которые у тебя будут. И самое, вообще, я понял, когда смотрели, он тебя когда фотографировал, он тебя прям лапал за бедра и так далее. Типа, какой хрен? Ей 15 лет. Это просто, я просто... На какой фон этот дерево он фоткал? На свой. Удаляем быстренько сейчас. Все, быстренько удаляем. Все фотографии с ней. Я просто так хотел... Не, прям сейчас, прям сейчас. Ушеление. Прям при мне сейчас удалить фотографии, потому что... Ну вот, сейчас. Вот, удаляем. И вот так вот она почти раком стоит, эта малолетняя девочка. Это просто гимнастика. В смысле гимнастика, она раком стоит, блядь. Она просто, как бы, показывала свою гибкость и все. Еще прикалываю, все. Я просто... Мы с ней просто общались. То есть, ты, подожди, ты находишь в таких сервисах, типа, девочек, и потом с этими девочками работаешь или как? Ну, просто на встрече, я никого не ищу. Это все, как бы, был прикол. Какой прикол? Я просто хотел, ну, как бы, чтобы она подумала, что я какой-то крутой парень. Семен, не, подожди. Ты ей рассказывал, что ты являешься менеджером девушек, которых предоставляешь вам разным, чиновникам и так далее. То есть, ты хотел вот эту вот маленькую 15-летнюю девочку какую-то вот внедрить в эту сферу? Да не, пацаны. Я это все выдумал. Ну, как это, пацаны, блин, типа... Я это все просто выдумал, чтобы она подумала, что я крутой парень, что, типа, там, что понравится. Вы верите в это? Да не особо. Слушай, у меня реально нет никаких связей. Ну, ты реально веришь, что я буду тебе во что-нибудь заговорить? Ну, представьте, как я буду работать с, там, с какими-то депутатами, бизнесменами. Я просто это придумал, чтобы просто, как бы, заинтересовать ее и все. Так, подожди, то есть, вообще, самая главная цель, вот, что ты пришел к ней вообще? Ну, просто пообщаться. Мы снимали не раз уже этот проект, в основном парни, они прям, значит, ну, накидывались на девушку. Ты на нее не накидывался, ты накидывался на меня, блин. Но факт в том, что ты реально пытался ее как-то, ну, какое-то рабство взять, что ли, там, какие-то проценты убрать тебе. Ну, мне как-то даже верится, что ты вот работаешь с таким чуваком. Да не, пацаны, это все, это все, это все, не, это не правда, это все. А зачем ты ее подбивал к этому? Зачем я тебе взял вопрос? Я просто хотел, чтобы она подумала, что я реально работаю, что у меня, как бы, есть деньги, что я много зарабатываю, чтобы она просто ей понравится и все. Просто хотел понравиться и все. Короче, смотри, мораль всей вот этой вот, всей происходящего, чтобы ты в дальнейшем, ну, вообще, в принципе, в дальнейшем люди, да, они, ну, не занимались такой ерундой, то есть, ну, несовершеннолетняя, жесткая несовершеннолетняя, 15 лет, блин, 15, не 16, 15. Типа, ну, я думаю, тебе это будет очень хорошим уроком, мы сейчас, типа, ну, можем, конечно, вызвать полицию, если ты хочешь. Да, ничего не надо вызывать. Если ты хотел таким образом мне понравиться, ты реально им не работаешь, типа, ну, таким чуваком, да, потому что у меня очень много у тебя вопросов, я думаю, что, типа, надо его, наверное, отсюда, да? Да, ладно, я сам буду. Давай, давай, только ты осторожней, без рук, потому что... Да я ничего не хотел, ничего не делать. Смотри, напоминаю, что ей 15 лет и впредь, чтобы такого не... Если мы об этом узнаем... Окей, хорошо, хорошо, да, вырелись. Все, пошли. Слышишь, ну, я офигел на самом деле. Я так и не понял, он реально им работает, типа, вот этим чуваком-менеджером или нет? Или он... Или он как-то прикидывался? Он говорит убедительно. Я сначала подумала, что он смеется, а потом он так начал убедительно все рассказывать. А как он вообще, типа, ну, мы просто видели, что он как-то, когда у тебя позы какие-то, как ты вообще согласилась, блин, мы думали. Да, он начал про фотомоделин говорить. Ты думала, мало ли, может, кто-то менеджер, типа, тоже. Да, я подумала, ну, мало ли. Вот зачем ребята в кадре? Многие пишут, почему ничего не происходит? Вот, на момент, что если вот какая-то непредвиденная ситуация, они просто помогут. В общем, спасибо тебе огромнейшее. Ребята, подписывайтесь на ее инстаграм или там куда-ли, тик-ток или не знаю что-то. Блин, огромнейшее спасибо. А я напоминаю, ребята, 50 тысяч лайков и мы продолжаем этот формат. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас и всем доброго времени суток.